Всем привет! Меня зовут Лена Смешливая. Я иллюстратор, автор и педагог по книжной иллюстрации. А это книга первоклассники ЖЖЖ, автора Евгения Чернышовой, для которой я создавала иллюстрацию. Эта книга совсем недавно вышла в издательстве Альпина Дети. В книгу вошли 4 рассказа. В одном из рассказов, который называется «Дальше и дальше», главный герой – барсук. И я предлагаю заглянуть в книгу и нарисовать барсука. Приступим! Итак, друзья, продолжим. Сейчас мы с вами будем рисовать барсука, но не простого барсука, а благородного. Такого, как из нашего рассказа «Дальше и дальше». Сначала давайте посмотрим на барсука и попробуем понять, какие же у него отличительные черты. Я приготовила для вас небольшие фотореференсы, которыми пользовался я, когда рисовал своего барсука. Посмотрите на его мордочку. Как я уже говорила, я, когда работаю с персонажами, я всегда стараюсь все упростить до простых геометрических форм. Если мы разберем нашего барсука, то у него форма головы такой перевернутый квадрат. То есть у него перевернутый квадрат, достаточно низко нос, низко-низко глаза. Но самое главное, да, это его черные полоски. Да, то есть это самое главное. Без них барсук будет уже не барсук. Также у него контрастные лапы. Достаточно низко они расположены. Длинные когти. То есть когти у него и внизу. И у него такой вот, ну, небольшой хвостик. Шерсть у него серая. Мы можем сразу прям попробовать рисовать. Я буду пастелью, так же, как я и рисовала в книге. Я смешиваю сразу несколько цветов. Сейчас я это все вместе с вами нарисую. Вы можете рисовать барсука любым материалом. Я вам все еще расскажу и покажу. Первого барсука советую попробовать пастелью, да, по моей технике. Итак, чем же отличается, как нам придать нашему барсуку благородство? Благородство, благородный человек, отличается осанкой. Поскольку наш персонаж ходенный барсук, но мы все равно наделяем его человеческими качествами. Хотя, кстати, хочу сказать, что барсуки, они достаточно благородные животные. Также, почему мой барсук из книжки, он, как вы видите, он не одет в одежду. Потому что благородство свойственно, да, такой минимализм. Мы сделаем ему маленький такой эскизик сначала, да, перед тем, как начнем рисовать. А придаем ему осанку. Старайтесь, чтобы форма вашего барсука, да, вашего персонажа была достаточно явной и понятной. Чтобы, да, если мы закрасим, да, черным, было сразу ясно, что наш барсук действительно благородный. У моего барсука лапа назад, то есть как бы за спину заведена, да. От этого он становится таким вот важным. Так как он здесь по сюжету дает советы всем остальным участникам леса. И так я нарисовала. В принципе, я формой этой довольна. И мы можем уже переходить на чистовой рисунок. Итак, смотрите. Бумага у меня самый обычный госзнак. У меня масляная пастель. Также я взяла палочки ватные. Для того, чтобы ее растирать. Итак, я начинаю прямо сразу. Без предварительного рисунка вы можете сделать предварительный набросок. Помечаем себе в листе наш формат, да, чтобы никуда ничего у нас не убежало. И довольно-таки уверенно я провожу вот эту линию, да, такого вот, как называемая, линия движения нашего персонажа. Намечаю, что у него здесь будет хвостик. Здесь, да, у него мордочка. Он у меня будет разговаривать. Идет, да, так. У меня сделаем ему также за спину лапу. Возможно, я даже думаю, можно ему сделать эту лапу назад. Что-то как-то так вот стоять. Намечу ему полоски. Он у нас на первом развороте он поглаживает брюшко. Мы можем ему точно так же сделать, что он у нас такой вот прогуливается, да, и поглаживает, да, себе животик. Вот так вот. Вот, как я уже сказала, глаза у него достаточно низко. И так, в принципе, можно переходить. Я рекомендую, если вы работаете пастелью, начинать со светлых тонов. Не забываем оставлять белым, чтобы не запутаться, да. То есть, такими вот тушениями. Вокруг глаз очень аккуратно. Я работаю, меняю, да, вместе с карандашом. Сразу себе помечаю. Эти полоски не забыть надо, да, и сразу. Они вот так у нас доходят, да, и нос. Делаем ему. Я придумала ему так же такие довольно-таки забавные зубы. Но сейчас, я думаю, поскольку у нас будет благородный, в принципе, можно сделать его и с закрытым, да, с закрытым. Вот он. Такими вот движениями помечаем. Над этим. И начинаем проходиться сразу разными-разными мелками. Оставляйте сразу же, да, ему вот эти вот, не забудьте, да, его щеки. Также, чтобы его лапа не потерялась тоже, оставляйте ее... Сделаем ее контрастной. Так. Когти. Продумываем, да, откуда у нас будет падать освещение. То есть, если у нас, например, мы хотим оттенить хвост, то мы делаем около него, да, то есть вот этот контраст, да, чтобы было то, что нам нужно выделить. Ватные палочки – это уже по желанию, да, вы можете где-то пройтись, да, вот так вот, и посмотреть. То есть, они, видите, немножко, они убирают вот эту вот фактуру. Я прямо сразу прохожу с карандашом, поддаю какую-то форму. Как мы уже сказали, да, у него достаточно темные лапы. Мы их делаем. Подчеркиваем, да, вот это его брюхо, тоже везде, вот эта вот шерстистость. То есть, если у нас здесь такое освещение падает, да, то также у него еще какие-то ушки. Ну, и чтобы он у нас стоял, в листе, мы можем добавить какой-то вилки. В принципе, можно сказать так, хотите, можно добавить и добавить ему какую-то такую вот улыбку, да, и такие вот эти его смешные зубы. И так, в принципе, все. Благородный барсук у нас готов. Благородный барсук у нас готов. Продолжение следует...